Прекрасно известен в всей боксерской и бойцовской публике. 26 лет, 6 поединков, как профессионал уже провел. Во всех шестях одержал победы, трижды побеждал досрочно. Начал свою карьеру в 2019 году. Ну и, кстати, даже один раз выезжал за пределы России. Во втором как раз поединке в карьере победил Плавио Рамоса Заморова. Ну а за плечами Петра Петрову 50-ти раундовый поединок чемпиона Европы по версии IBF. В первом полусреднем весе представляю официальных лиц. Супервайзер Федерации бокса России Олег Агеев. Супервайзер IBF Михаил Денисов. Судьи у ринга Александр Калинкин, Юрий Ковцев и Антон Шарков. Рефери в ринге Виктор Панин. И так, дамы и господа, представляю участников этого боя. И первым боксера, стоящего слева от меня в синем углу. Ему 38 лет. Его рост 170 сантиметров. Официальный вес 63 килограмма и 300 граммов. Его впечатляющий рекорд насчитывает 50 боев. В том числе 42 победы, 23 из них нокаутом, 6 поражений и 2 ничьи. Он, экс-чемпион WBC Латино, экс-чемпион Северной Америки WBO и WBA, чемпион турнира ESPN Бокс Сино. Из Ставрополя, представляющий Мадрид, Испания, по прозвищу Царь, Петр Петров. Да, заслуженный ветеран, но абсолютно не в ветеранских кондициях, надеюсь. Но сегодня позадается очень интересным этот бой. В последних четырех боях Петр выигрывал и неизменно выигрывал нокаутами, причем на старте поединка. Но правда, оппозиция была очень осенью. Чемпион WBA Феде Карибе и WBA Континентал с безупречным рекордом. Шесть боев, шесть побед, три из них нокаутом. Из Ростова-на-Дону встречайте Харитон Агрбан! Бойцы нам представлены. Харитон Агрбан родился в славном городе Гаграм. Сейчас проживает и строит свою карьеру в Ростове. Виктор Панин, один из лучших рефери нашей страны, будет обслуживать этот поединок. Вот данные спортсменов еще раз на ваших экранах. Да, и, конечно, колоссальная разница в опыте. Секунданты, красный угол готов. Ну и довольно приличное в возрасте. Ребята, боксер готов. Ну, Петр Петров это не первый его большой бой. Ну а для Харитона Агрбан, смею надеяться, это самый большой пока вызов в его карьере. Ну, давайте посмотрим, как он с ним справится. Действительно, столь опытных соперников у Харитона не было. Потому что был у него поединок против Сослана Тедеева, но Сослана тогда был 21, будет за плечами. Но никак не 50. В зеркальных стойках работают спортсмены. Да, Харитон левшам. Довольно быстро сближается. На скачке я пытался пробить Петров. Сейчас достать Харитона одиночным ударом. Хорошо встретил Харитон сейчас соперника, посмотрите. Очень опасный удар снизу был, да, в его исполнении. Второй раз пытался исполнить тот же прием, но второй раз не получилось. Но первый раз это было очень впечатлительно. Того впечатления, что Петров чуть-чуть не успевает за соперником. Пока такое впечатление складывается. Но все-таки не будем забывать фактор возраста, весовая категория, фактор износа также. Очередная попытка Петрова достать соперника, но опять с дистанции сделать это не удалось. Пропускает джеб. Хасино, хорошо. Сильнейшей рукой атаковал Харитон. Боковой удар. А как тайминг, который демонстрирует Аграба, говорит о том, что это будет одно из главных его оружия. Но сейчас, правда, в предыдущем эпизоде вошел на ближнюю дистанцию, наткнулся на встречную атаку от Петрова по корпусу. Но неплотные были удары. Опасно. Дважды апперкот сейчас пробивает. Петр. Вот понятно, что вот дальняя и средняя дистанция, больше даже дальняя, очень на руку. Харитону. Он же успевает опередить в большинстве случаев своего соперника. Второй раунд. Старается снова держаться на дистанции Харитон. Встречать соперника, опережать его. Хорошо работает передней рукой. Петрова надо входить на ближнюю дистанцию. Ох, опасно. Сейчас вошел как раз на эту ближнюю дистанцию наоборот Харитон. Жесткая была двойка и Харитон пытается развивать свои атаки. Поджимает сейчас Петрова канатом. Да, Харитон здорово настроился на этот бой. Не выпускает пока Петрова из-за вла. Мощно. Откручку, без ударов пропускает. Застаивается у Танатов Петров. Вполне пользуется этими ситуациями Харитон Аграба. Да, практически не дает возможности маневрировать в центре ринга. Лишает пространства Харитон Аграба Петра. Пока мои прогнозы не опрадуются. Я думал, что будет действительно очень конкурентный бой. Непростой, но Харитон пока действует очень четко. В большинстве случаев он опережает соперника. Даже вот тогда, в том эпизоде, когда они сблизились, да, и Харитон опередил его. А почему? Потому что первым-то на встречу пошел, как обычно, да, как и нужно ему. Петров, но Харитон это заметил и опередил его. Сделал даже в этом опередил, не просто чуть короче шаг и сразу же с выбрасываемым ударом сближается. Пока мимали, тот и другой. Лево-боковой, одиночный, но сильнейшей рукой. Хорошо, плечом сейчас перекрылся. И в корпус пробивает. Хорошо. Пока доминирующий бой показывает Харитон Агбар. Петров никак не может приспособиться к молодому, быстрому сопернику. Заканчивается второй раунд так же. На третий раунд уходят бойцы. Очень хорошо первые два отрезка провел Харитон Агроба. Сейчас бросился немножко не рассчитав расстояние и траекторию удара. Харитон полетел к мимоцели. Снова проваливает соперника. Сейчас не достал. Ну, голову убрал Петр Петров просто от этого джеба. Здесь было здорово. Пытается в ответ выбрасывать удары Петр, но не успевает. Видит начало движения Харитона Агбар. Переезжает. Отличный тайминг демонстрирует. Просто отлично. Ну, и в этот боковой. Да, я сейчас за тоже. Обратил внимание на него. Ну, вот здесь вот. Опять-таки, очень гранатно подошел вплотную к сопернику Харитон. Связал его. Сейчас промахнулся. Надо аккуратнее быть. Но сейчас, в свою очередь, проводил соперника сам. Молодец. И держит его сейчас у канатов. Корпусом активно отрабатывает Петр. Петр, но не ногами. Продолжает поджимать Харитон Агбар. Соперника. Какая-то граница ринга. И не дает практически Петру сейчас выбрасывать свои удары. Он заставляет его думать о защите. Раунд так же близится к завершению. Опасно, но не по цели. Пробил Акроба. Ну, потом все-таки в корпус донес перчатку. Опа, это нокдаун. Да, да, да. Все-таки за 10 секунд до завершения раунда. Ну, что, встанет? Встанет. На счет 8 поднимается. Нет, все. Виктор Панер отстал. Действительно, был очень серьезный был нокдаун. Не успевал Петр на протяжении всего поединка, этого короткого поединка. С первых за секунд он просто не успевал за соперника. Ну, да. На все 10 раундов, вот так вот, судя по началу, можно боевые не хватить. Да. Ну, а Харитона надо поздравить. Очень здорово подготовился. Во всех эпизодах был намного сильнее своего соперника. Ну, в первую очередь, да, та самая скорость, скорость реакции и перемещение. Думаю, что у Дарта Кравцова будет минимум претензий к своему подопечному. Здорово. Третье граждание. Участников революбовоя в рейд приглашается глава промоутерской компании «Динамо боксинг» Сергей Стрелков, а также маркетинг-директор бутбикерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Маневич. Да, сейчас будет вручен вот этот пояс, который завывал Критон Агрба, ну и официально зафиксирован результат. Владимир Дунайцев, он, я вижу, тоже сидит в первом ряду справа. Виталий, Виталий, простите. Рефери Виктор Панин остановил поединок на отметке 2 минуты 50 секунд третьего раунда. Таким образом, техническим нокаутом победу одержал и стал чемпионом Европы по версии IBF в первом полусреднем весе «Харитон Агрба!» Молодец. Он заслужил этот пояс, ничего не скажет. А вот и Григорий Дрёш. Нас поприветствовал. И его радость на его садинку «Петру Петру!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова